В хозяйстве «Авангард» Рязанского района идет уборка люпина. Культуру в хозяйстве выращивают недавно. Ей засеяно около 200 гектар. Преимущество люпина, рассказывает руководитель хозяйства, депутат областной думы Георгий Свит, состоит в большом количестве белка. В нем его стойка, сколько и в сои, который сейчас в основном зарубежного производства. Питательные качества люпина позволяют использовать ее в качестве кормовой базы в молочном животноводстве. Это своя культура, причем выращена нашими все-таки учеными. Я думаю, что здесь проблема в животноводстве очень большая о недостатке белка. И мы ищем как бы варианты, которые бы обеспечили 100% практически своими белками. Сейчас урожайность люпина составляет свыше 25 центнеров с гектара. И это только начало, уверяет Георгий Свит. В дальнейшем поля могут дать до 35 центнеров с гектара. Кроме люпина, в «Авангарде» выращивают также люцерну, горох и сою. Ей в этом году занято 60-70 гектар посевных площадей. Кроме люпина, это люцерны. У нас очень большие площади люцерны. Где-то мы обеспечиваем, если по многолетним травам, 70-80% площади люцерны. Конечно, горох и частично соя. Мы сою тоже выращиваем небольшими площадями. В этом году у нас где-то 60-70 гектаров под поливом. И мы видим, что развитие хорошее. Поэтому мы сейчас находимся на поле, которое предназначено под картофель. И люпин, и соя, они будут участвовать как все в обороте, в последующем под картофель. Я думаю, что по белковым культурам, по обеспечению белковым, мы в течение двух лет практически должны обеспечить животноводство свое 100%. В отличие от кормовых культур, зерновые в хозяйстве уже убраны, отметил Георгий Свит. В этом году погодные условия не позволили собрать хороший урожай. Однако в хозяйстве делают ставку на будущее. Урожай, конечно, был хороший, но не удалось его собрать, какой он был. В связи, конечно, и с погодными условиями, когда очень сильно повлияли дожди, которые положили, особенно это касается гороха. У нас очень большие площади гороха и большие потери. И ячмени. Ну, урожайность где-то около 40 центров, но мы, когда начинали убирать, например, ячмень, до дождей и после дождей, разница в 13 центрах на каждом гектаре. То есть мы потеряли вот такое количество зерна. Ну, здесь, что тут, на погоду жаловаться можно, но нужно принимать меры, конечно. Принимать меры можно только, конечно, высоким техническим оснащением. Потому что, если, предположим, площади на комбайн там 400 или 500 гектаров, то никогда вовремя не уберешь. Поэтому мы уже в этом году закупили три комбайна, и они, конечно, дали положительный сбег, правда, уже поздно. Но пришлось потратиться, чтобы в будущем не допускать таких потерь, которые допущены в этом году. Еще одно направление работы авангард – садоводство. Яблоки хозяйства всегда пользуются спросом у покупателей. В этом году в развитии отрасли, отметил Георгий Свит, были вложены значительные средства. Около 140 гектар заняты новыми садами с карликовыми и полукарликовыми сортами. Сейчас в авангарде только начали собирать яблоки. Урожай ожидается на уровне около 2000 тонн. Урожай в этом году неплохой. Где-то мы получим около 2000 тонн яблок. Мы, конечно, сделали многое, чтобы они сохранились. Потому что востребованность по яблокам возросла значительно после всех этих санкций, которые наложены на нас. Слава Богу, чтобы они пришли, эти санкции. Но нужно сказать, что, конечно, мы холодильники в этом году реконструировали где-то на полторы тысячи тонн. Мы сделали линию, закупили линию, она уже начала работать, это по предпродажной подготовке яблок. Конечно, мы сейчас работаем над тем, чтобы была переработка яблок. И мы уже частично это варенье, это сушка яблок. Причем технологии сушки такие, которые при помощи холода, при которых не теряются питательные вещества, витамины. Это очень полезные сушеные яблоки. В дальнейшем хозяйство планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции. Помогут в этом господдержка, которую планируется оказать отрасли. Нам предстоит, конечно, увеличивать переработку. Потому что если мы расширяем посадки садов, а этому и способствует, конечно, помощь государства. Потому что на следующий год, как планируется, удвоить, возможно, субсидии на расширение садов. Это было бы очень хорошо. И мы к этому готовимся. Поэтому, если у нас по хранению где-то полторы тысячи или тысячу семьсот, мы будем собирать где-то в будущем три тысячи. Значит, остальные яблоки мы должны перерабатывать. Здесь вопрос, конечно, понятного. Выбора направлений по переработке и строительства и закупки. Это следующие инвестиции. Если эти планы, которые сейчас есть по кредитованию вот этого направления фруктов, она будет, то, конечно, мы начнем в следующем году уже работу по переработке. Это пюре, это соки, которые должны быть российские и естественные, абсолютно естественные. И мы это обязательно сделаем. Спасибо. Спасибо.